Может хотел просто жить и свободно Не волнуйся, генерал, это затишье перед бурей Нас обстреливают! Пожалуйста, помогите мне! Заведите у меня встречи! Помощь! Здесь будет страшно, генерал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приветствую вас и поздравляю с сегодняшними финальными событиями Финальными событиями турнира Preparing League Встречается сегодня Муслимун и СПЛ Которые благополучно добрались до финала И предвыбор армии нас ждет Обязательный, согласно регламенту турнира Это Пех и Юса Итак, пока игроки ждут моей команды к старту Еще немножко расскажу Вчера Муслимун победил у нас Лукмана со счетом 4-0 Почему? Потому что полуфинальные игры шли до best of seven Сегодня нас ждет best of nine Лучше из девяти А, финал играют рандомом, по-моему Не понял, не понял, не понял Мне сообщали, что будет Пех и Юса Секунду Муслимун говорит, что играет рандом-рандом Ну, в принципе, для меня это еще интереснее Вот Ну, в данный момент Игроки сейчас, пока СПЛ пропал Сказал, отойду на две минуты Мы его ждем Вот, первая карта будет у нас Турнамент-десерт Вторую карту и все последующие выбирает Исключительно проигравший Так, московское время 21.04 Киевское 20.04 Значит, не знаю, насколько растянется сегодня мероприятие Оставайтесь с нами Будем надеяться и рассчитывать на красивую игру Давайте немножко еще перетрем О будущих событиях Вы видели рекламку у нас Сейчас открыта регистрация на 8-й сезон Лиги портала 1rdfizetach.ru Все желающие могут зарегистрироваться И поучаствовать Может, хотел просто жить и свободно летать Ждем пока СПЛ Ничего не жаль Ни минут, ни слез Дотянись до звезд Дотянись до звезд Ничего не жаль Ни штыков, ни роз Если за мечту Если все всерьез Ничего не жаль Ни огня, ни слов Если за мечту Если за любовь Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Дальше сейчас SPL Дальше Насколько он сейчас его все-таки уведет. Беречь каждый юнит, вот правила настоящего генерала. Ну, слишком критично, слабовато чуть-чуть. Еле живым уносит сейчас ноги этот глажный рабочий. И знаете, сдерживает пока. Юнитов я не вижу. Сейчас насколько профукает, насколько будет внимательен СПЛ. По деньгам 1900, непозволительный, в принципе, флоа для такого количества игрового времени. Вот, и смотрите, пошли уже Скорпионы, но... Но танк-дракон так и не был отслежен. Слишком увлечен атакой сейчас СПЛ. И это может быть фейл с его стороны. Потому что эту группу... Ну, насколько получится все-таки много драконов у мусульману локализовать эту группу. Если получится, то, конечно же, сразу же в осадок уходит сейчас ГЛА. И вводить нужно квайд, отдается на драконе, неоправданно вторую лычку дарит. Тем самым ему сейчас СПЛ. Опять не достроится туннель, судя по всему, да, раб сгорает. И здесь полностью аннулирована жизнь на родном Мэйне у ГЛА. Остается лишь туннель, конечно же, это путь к восстановлению экономики. Но что сделал здесь, по большому счету, сейчас муслиман? Он отбился. Пришлось, конечно, возводить заново военный завод. Вот. Но большая группа ракетчиков, благодаря тракам драконов, сейчас была сметена. И двух лычков не оставит шансов на жизнь дракону по центру, который так нагло строил СПЛ. 4600. Распродался, но почему не возвращается назад? Почему тратится время и деньги? И так нужно уводить, спасать, спасать, спасать скорпиона. Все-таки две лычки парень набрал. Нет, не получается. У него раб, несмотря на то, что деньги есть, на то, что барак построен, туннель не возводится. 5000, кто больше? Кто больше, да, сегодня, ну, у муслимона я сомневаюсь, да. Всего лишь 1200. А двух лычковый танк дракон продолжает ставить рекорды. На его борту уже рисуется сейчас третья звездочка касательно туннеля, как мне кажется. Палит он практично. Да, но выезжает наконец-то дракон. Скорпион, естественно, пока без обрейда на ракету. Ой, выезжает дракон. Скорпион без обрейда на ракету. И спасает, спасать пытается. И получается это у муслимона. Вот это мне нравится. Беречь юниты, по максимуму стараться экономить. И то, что он не отработал сейчас, мы видели в некоторых элементах СПЛ. Но за атаку его, за экспрессию можно поставить плюс. Но то, что был пропущен дракон, это минус. Снова подбирается к базе. Да, военному заводу не жить. И вы знаете, Китай начинает процветать. Как и положено под небесной. Пробежал только вперед, конечно, у нас Раби. Как-то был пропущен он. А, дракон проехал через эту сторону. Дальше у нас имеется... Никак не могут разобрать этот аутпост всего лишь. Да, скрывает его свой же дракон. Здесь помогают разобраться ракетчики. Нет, были высажены ракетчики. Пытался, шел на давку, наверное. Я не знаю, каким-то чудом отстоял здесь свой армсдиллер. Сейчас СПЛ. Вот. Но не знаю, чего стесняется здесь. Выезжает Кват. Но! Ой-ой-ой, какая красивая группа. Ох, как неожиданно. Ой, четвертый. Со всех тылов подходит сейчас Муслиман. Да, берется в осаду. Ну, просто не оставляя всем тем, кто делает ставки, шансов как-то там проиграть. Ясно, что тут сейчас драконы берут вверх над всеми подстройками. Единственное, что, конечно, им угрожает этот танк Скорпион, который останется, наверное, здесь победителем, если будет отъезжать. Ракета у него вроде есть, да. Вот. Но сейчас самое главное, я думаю, дракону все-таки спалить этот туннель, не дать просто так шансов вернуться Гла на свой мейн. Это, в принципе, и происходит. Жалко, конечно, что героически пали такие лычкованные драконы. Ну, благодаря лычкованным драконам сейчас лычкуется и танк Скорпион. Полностью вправо зажата сейчас Гла. Я думаю, это уже без шансов. В принципе, хорошее начало, но неуверенная игра в середине игрового времени со стороны СПЛ. Но мне понравилась, по большому счету, эта экспрессия. Нельзя сказать, что прям... То есть, ошибки были критичные со стороны СПЛ некоторые, но они носили такой характер кратковременности. То есть, надо было быть, конечно, внимательным, скролить всю карту. Вот. Чего не последовало. Ну, а там уже Муслиму, ну, только дай шанс. Проходит парень, и при этом вот уже играет на 4 суплая. Флуат небольшой. У СПЛ, естественно, Флуата быть большого не может, ввиду того, что он играет на 1 суплай. Пытается вернуться сейчас. Ну, не знаю, как вот тут в мультике про Ганса. Сейчас под дудочку пытался ввести крыс наш Ганс, но крысы его сожрали. Большая группа войск. Я думаю, правильно Муслиму было просто перейти сейчас на Хеликсы. Но вместо этого делает пропаганду. Что очень-то напрасно. Но не забывает ставить мины на ненужные вражеские танки, которые явно лишние в рядах СПЛ, по мнению Муслимуна. И, ну, надо быть наглым до конца, если знаешь, что здесь ничего нет. Вперед, Дозер, вперед. Джи-Джи пишет СПЛ и сдается. Счет становится 1-0 в пользу Муслимуна. Наш международный статус растет. Наш статус на международной арене понижается. Самое время исправить нашу ошибку. Уничтожьте их все. Бульдозеры, начать чинить наше здание. Помедитируем и взвесим в следующий шаг. Куда ты теперь направишь свои войска? Отличная работа, генерал. Отлично, ребятки. Начнем. Атака начинается. Не волнуйся, генерал. Это затишье перед бурей. Нас обстреливают. Помогите. Пожалуйста, помогите мне. Заведете путешествие и помощь. Здесь будет страшно, генерал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Муслиман опять и SPL опять, можно сказать так. Карту выбирает SPL в Forgotten Forest. И снова, снова дарит нам. Сейчас нужно отобразить правильный счет. 1-0 впереди Муслиман. Он у нас после турнамент-десерт. Значит, снова те же, тот же матчап на другой карте дарит рэндом. Вот так. Демолишн-дженерал и танковый генерал Китая под руководством Муслимана. Карта уже более глашная однозначно. И, ну, в отличие от того, ну, как я привык играть, каким раскладом загла на этой карте, иначе иначе играет здесь SPL, и явно как-то получается, он за опозданием, видимо, стремится взять вышки или даже не стремится. Тяжело мне, в всяком случае, сказать, обычно, когда стремятся взять вышки, барак ставят незамедлительно после первых двух рабов. Точнее, после первого заказа, на второй строят уже барак побыстрее, естественно, чтобы быстрее пустить заказ. Но вы посмотрите, что делает Муслиман. Возможно, он пытается сразу предотвратить эту тактику, посылая юниты, скорее всего, по сторонам вышек. Сразу проконтролировать. Это очень важный момент в игре против гла. Почему? Потому что гла только и нужно сейчас экономически. Два супла есть, в принципе, недалеко. Можно себя комфортно чувствовать, если подзащититься. Я имею в виду Китай. Гла это сделать гораздо проще. Но вот если экономический рост получает благодаря двум вышкам глашник, да и любой, в принципе, любая фракция на этой карте становится очень тяжело. Я думаю, это будут ключевые моменты здесь тоже. Посмотреть и проверить, провентилировать, что здесь. Все-таки к одной вышечке побежал СПЛ, а здесь чуть подальше. Но невнимателен Муслиман, во всяком случае, я думаю, он должен увидеть, переконтролировать. Да, разворачивает момент. Единственное, мне кажется, чуть поздновато. И СПЛ как-то пропускает. Вы знаете, видимо, занят он кликами совершенно по другим постройкам. Пропускает. Нет. Попытался вывести, мне кажется, напрасно. Теперь назад не заведет эти войска. СПЛ и не сможет. Два РПГ уже потерял. Так, здесь у нас проезжает техничка. Высажен РАП. Дракон, естественно, едет вентилировать в следующую местность. И подрывается. Подрывается на минах. Подрыв не состоялся. Там мы видели подрывников. Дракон уцелел. Нет, 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 успевает все-таки муслимон здесь подковаться и танковым гатлингом. Вот. Поэтому ничего не получается. Абсолютно ничего не получается. У СПЛ за исключением того, что вот здесь как-то есть вышечка. И сейчас готов. Дракон не уйдет, конечно. Посмотрим, насколько знает матча сейчас СПЛ. А видно, что он матча знает очень плохо. Но это дергание, эта дискотека а-ля 80-е, где-то должна была закончиться в 80-х годах. Да. Надо направлять наперед, на движение, кликать постоянно. Вот сюда, сюда, сюда. Каждый раз передвигать дальше. И потом, так как башня не вертится и танк сам не стреляет, нужно наводить и стрелять по танку. По-любому подвижившимся, впереди танку. Один дракон уничтожен. И второго очень важно. И видите, здесь как получается. Справляется дракон. И сейчас еще погорят ребята. Я не знаю, чем занимается СПЛ. Какие-то немножко не совсем те приоритеты он отдает. Возможно, успеет. Успевает. Ну, повезло. Значит, те приоритеты отдал парень. Значит, генерал. Он достойный этой борьбы. Сейчас снова мы видим два танка-мародера, который выбрал в генеральских повышениях. И пока нету, конечно, никакого захвата. Я думаю, раз танки не подошли, пока к базе ГЛА, нужно все-таки пытаться экономически оторваться. Оторваться, заказать. Тем более, барак сейчас ничего не производит. Подрывов не планируется. Обжег здесь руку сейчас подрывной генерал. Global Liberation Army. Но вот опять меня интересуют эти два парня. Мы видим небольшие фризы все-таки. Мы провели лак-тесты на Хамачи. Там были задержки приличные. Поэтому перебрали сейчас на официальный сервер Generals Online. И вот посмотрим. Красиво сейчас действует Муслим. Он разводит два танка. Сможет ли развести свое внимание сейчас и СПЛ. Вышел Ребель. Вышел второй. Естественно, они видимый. Бьют почему-то непонятно. Одного переадресовывают. Этого посылают просто на удачу. Ну, в принципе, понятно. ГЛА они все подрывные. Там они все смертники в какой-то мере. Вот так вот на удачу побежал паренек. И насколько будет внимательный сейчас. Отвлечен, естественно, вот этим туннелем. Выезжает здесь мародер. Почему-то один. Почему-то один. А потому что вот здесь вблизи в два. Но что они против танков? Танков генерала. И снова пропускает себе в тыл нехорошего парня сейчас СПЛ. Не вывел уроки он все-таки из предыдущей игры. Не вынес уроки. Зато отстаивает свой ансейв. И вот он приезжает. Поздно реагирует. Рабы будут уничтожены. Рискуют быть уничтожены также сейчас и КВАД Кэнон. Уже ЕЦМ мы видим. Это говорит о том, что построен центр пропаганды у мусульмана. Все красиво. Должна быть скоро Лотос. Не должна быть. Она уже действует. Вышка уже захвачена. Сейчас будут захватывать вышку и СПЛ, которую выучил. Видите, все-таки надо было спалить барак мусульману. Я думаю, там в 100 прудов учился захват. И просто бы это откатило немного то, что сейчас будет делать СПЛ в отношении своей экономики. Пострадал он немножко здесь. Но смотрите, отстоял все-таки Суплай. И сейчас большая группа войск. И тут танков так не хватает, чтобы подзащититься. Даже ЕЦМ не спасет. Смотрите, двухлычковый мародер, естественно, прокачанный на скрапе от уничтоженных драконов. Куча ракетчиков. И что? Что, что, что? По двое танки сверху считаем. Три двухлычковых, четыре двухлычковых бетлмастера. И ракетчики туда бегут. Надо выбирать гатлинги, выбирать дракон. Сейчас менжуется у нас СПЛ. Не знают просто, что творить, что делать. Разводят на два... Разделяют просто, понимаете? Пользуются пословицы. Разделяю власть. Сейчас муслим. Браво. Хороший стратегический ход. Всего лишь одной ЕЦМ-кой выманивал какую-то силу. Часть войск на правый фланг относительно своего в Air Factory. Также продолжают штамповать танки. Вот. Ну и правильно делает СПЛ. Почему правильно? Экономически-то Китай вообще не страдает. Вышку уже захватил. Надо что-то сносить хоть как-то. И по постройке сейчас нерентабельно стрелять. Дракона нужно убирать. В любом случае убирать дракона. Потому что он может отфильтровать сейчас то, что занимает здесь постройка. И как-то неуклюже с ним действует немножко СПЛ. Боится просто потерять свой двухлычковый танк-мародер. Квады. Квады еще живые. Уничтоженные сапли траки. Нажимается Китай, который явно забыл сейчас, что нужно идти вперед. Где лотос, лотос я не вижу. Все сейчас сосредоточены на базе Китая. При этом боится. Ох, прокачался до двух. Но есть ли войска? Давайте посмотрим за флуатом. 1600 сейчас у СПЛ. И он теряет. Теряет даже на минах потерял. Увел, кстати, один сапли трак сейчас. Муслиму. Но по большому счету, мне кажется, размен выгодный для Китая. В каком плане? Да, помурыжили. И СПЛ выиграл время. Никто сейчас в его сторону абсолютно не едет. Вот. Был ли занят Муслиман? Посмотрим. По деньгам абсолютно был занят всем. Это очень хорошо. И сейчас достаточно весомая группа. С учетом того, что есть ИЦМ, будут убирать эту угрозу. Сейчас это получится. Все-таки есть там дракон, которого именно и ждет сейчас Муслиман. Но что ждет СПЛ, мне чуть непонятно. 3125 сейчас капнуло. Ага. Лотос, лотос, лотос. Понятно. Вон, кто простановил бурную деятельность в Global Liberation Army. Это наша девочка. Заставила продаться Arms Dealer сейчас. И захватывает. Да, захватывает. Я не ошибся. Захватывает Суплай. Через Control подрывает сейчас своего подрывника. Немного за опозданием они туда бежали. Ну, что теперь делать? Теперь нужно просто сносить этот Суплай и строить новый. Денег очень достаточно. СПЛ явно не дотягивает сейчас по макроигре. В плане траты денег и для экспансии все-таки Китая. Удачно действует Муслиман. Уже строит свой командный центр. Никуда не торопится. Не смог пока полностью очистить. Вон, подъезжают два дракона. Пошел вперед. Уводит назад. Но я думаю, когда надо спасать, по-любому. Не отдавать эту группу видов. Просто ее уводить. Тут явно ничего не светит. Заводить надо было сразу. И, в принципе, все успевают благополучно скрыться. Ну, Муслиман заказал еще на всякий случай раба. 2775 у него есть. Вот. Не знаю, почему только не строит суплай. Хочет красиво это сделать СПЛ. Как положено возвести его на своем мейне. Ну, наверное, так. Посмотрим, насколько быстро он сработает. В то время, как верх его, верх фланга Китая будет очищаться. Да, строится, во всяком случае, дворец. Давно пора за эти деньги. И, смотрите, как-то ПТА еще все-таки убирает эту группу угрозу. Я не знаю, почему. Был дракон. Манипулирует. Виноват сам. Надо было бы тоже последить. И супла не строится. Непонятная мне причина. Такое впечатление, что лотос там пометила какой-то смесью. Возможно, флюиды действуют. И рабы стесняются. Посмотрите, Муслиман поставил здесь разведчика. Вот такой у нас разведчик здесь имеется. Вот. Понаблюдать, что же делает ГЛА. И это очень правильно. Не внимателен абсолютно СПЛ. Нет, нет, нет. Не в этот раз. Побежал он убирать. Интересно. Тут, по-моему, такой бах есть. Надо только подрывника гнать. И виниты туда не заезжают. Вот такие особенности у нас официальных карт. И все об этом, в принципе, знают. Так, странные лаги какие-то. В игре. Ага. Ну, это вот как раз в игре из-за того, что пытается проехать туда, куда не может. Пытался построить здесь кто-то. А, минус строит. Заказал здесь СПЛ. В общем, играются в бах-карты, скажем так. Непродусмотрительность разработчиков. Но не суть важна. Это такой элемент, украшающий стандартные подходы к игре. Да, раб, наконец, уничтожен. А минку отменил СПЛ. Итак, 1700 против 1800 было на момент клика у Муслимана. В принципе, сейчас по деньгам сравнялись. Лотоса пока я не вижу. Чтобы девочка снова заработала. И вот, знаете, не воспользовался. Не зачистил. Не зачистил. Все-таки сразу и все. Хочет Муслимун. Я понимаю, ЕЦМ это хорошо. Для нее, видимо, пропаганда. Лотос захватила. Но, может быть, поспешно еще, мне кажется, был построен командный центр. Не знаю, почему опасался. Я не думаю, что на генповышение заработал сейчас Китай. Поэтому это говорит о том, что Муслиману в первую очередь стоило строить все-таки эйрфилд. И заказывать юниты. Значит, да, мы не видели слишком много квадов со стороны спелла. Ага, девочка давно уже опять у нас в поле. И деньги она не ворует. Хотя стоило бы с учетом строительства всего того, что происходит у нас на базе Китая. Снова погибает. Но по деньгам снова наносится такой приличный урон. Глашнику. Смотрите, дракон не заезжает. Слишком много ракетчиков сидит. И ЕЦМ рядом не было. Непонятно, что-то творит Муслиман. Может, сейчас еще решит у нас Хеликс потерять. Какой-то мисклик происходит. Я не знаю. Не-не, это вводит. Вводит. Слава богу. Ну что ж, пора увидеть нам тогда и второго героя. Особенно благодаря комиксам Ермака мы знаем. Он любит охотиться в забытом лицу на всяких косых зайцев. Это Джарман Кэл. Не производит здесь, знаете, не бьют по экономике. Но Китаю, понятно, тяжело просто так прилететь и снести вышку. Лотосом, кстати, тоже не побежал. Естественно, будут перехваты. Но, что странно, вот эта область вообще, да и вперед, кроме вот этого, то, что мы здесь видим, вообще не идет СПЛ. Благодаря тем денежным потерям, которые все-таки нанесла Лотос на базе СПЛ. Напомню, счет пока 1-0. В игре до 5 побед Best of 9 турнира Preparing League от портала GNL DefizitH.ru Ну и, в принципе, то, чего стоило ожидать, все-таки Муслимом пошел дальше добивать экономически сейчас Глашника. И это будет не совсем приятно осознавать. Не чувствует никаких угроз. Опять Лотос вперед. Сейчас уже она отслежена. Выход ее из барака. В принципе, благодаря ей хорошо наблюдает сейчас Муслиману территорию, по большому счету. Оставил эту группу, вот не боясь отсюда высадки. Сейчас еще мины поставят, да. Мины будут к месту. И продолжает штамповать. Я думаю, не спеша владеет сейчас абсолютная ситуация. Контролирует Муслиману на поле боя. Поэтому, я не знаю, так же не спеша можно будет подъезжать. Уже по деньгам просто не вытянет. Не будет юнитов у СПЛ противостоять этой группе. Группе китайской армии. Мы видим один квад, чего явно мало. Два. Спокойно можно убивать. Без вреда для Хеликсов. С учетом лечилки. Так, мы видим подрывы техники. Наверное, выучен обрейт на подрыв. Возможно, ждет Ребелей, хочет заработать. Но для этого надо сносить. Вот добивать этот Хелик. Сейчас два квада есть, куда-то заходят, но чуть не туда. Распродаваться надо, не давать юнитам все-таки. Распродаваться или подводить группу. И тогда для этой группы, почему-то очень маленькой, наверное, товарища Кейна снова профукал возможную высадку Ребелей. Группа была явно больше. Да, скорее всего, я этот момент профукал. Ну, смотрите, спасаются Хеликсы. Нежданчики такие сидят в зданиях. Приличные ракетчики, далеко стреляют. Ну, и пока такой малой группой войск подходит сейчас. Муслим он уже поближе, поближе к базе СПЛ. Демобайкер. Ну, можно. ЕЦМ, если будут тупить, как обычно это бывает, то подорвутся все и сразу. С учетом, обратно, суицид. Видите, вот сейчас именно в игре против танкового генерала Глашник уже в раздумьях. Блин, и воздух, и земля. Это сила, конечно же, Китая иметь и граунд, и воздух. Противнику тяжело уже сосредоточиться. То есть, квады по земле, по танкам явно слабы. Разве что только против ВЦМ. Вот. А по воздуху хороши. Но бояться только воздуха, ставить только квады, естественно, проигрывать танкам на земле. А денег на все не хватит. Здесь нужны, в принципе, и баги. Джармана Кэлла я не вижу. Вижу только одинокую пародию на него. Такое чучело стоит. Напоминает, что есть какой-то персонаж у Глашника, которого боятся. Вот. Но не вижу от Джармана Кэлла. Также отмечу способность уже профессионализм, как мне кажется, со стороны СПЛ, игра без радара. Это скролл-карты, хорошее знание карты. Но не хватает ему, как и в первой игре мы видели, да, радара. И без радара не смог он удержаться и не пропустить в своей сене такой милый, медленный, черепаший танк. Дракон. Снова лота здесь. Ну, остается только захватить, только забежать чуть подальше от квадов. И можно что-то захватывать. Предпочитает, как-то над командником поработать сейчас муслимун. Потому что группа у него собирается, хакеры даже строятся, которые очень нерентабельные. Но с учетом того, что вышка может быть снесена, вот, Китай, конечно, экономически вынужден идти вот в такую утрату, как хакеры. Смотрите, отсутствуют уже полностью супла, уже пустые, с вышки капают очень мало. 2200. До заказа сейчас еще хакеров. Муслимун. Так, лотос, по-моему, не получилось у девочки. Да. Подготовка к искажению сигнала. Китайская танковая дивизия. СПЛ тоже по деньгам мало, но Китаю хорошо. Ой, точнее, Гла хорошо. Он страдал, сейчас еще деньги есть, но зато уже без вышки. В экономическом паритете, вот, смотрите, есть такой немножко дисбаланс, конечно, но особенности игры за определенные фракции. Китай вынужден, несмотря на контроль карты, несмотря на хорошие деньги, вложенные в эти войска, их можно потерять одним мигом. Вот, не помню, там с кем-то играл. А, да, привет Султану. Так, недавно тоже имел преимущество на турнамент, десерт. Султан еще смеялся, что ты долго не идешь ко мне в гости. Вот, ну, пришлось сходить, естественно, подорваться разочек на рыбелях, ну, и потихонечку начать сливать. Поэтому, вертушки для Китая здесь очень важны остаются в этом поединке, очень важно не потерять их. Ой-ой-ой-ой-ой, вот они, Ребеля, и видите, пораньше их выпускает все-таки СПЛ, это все правильно, чтобы кулдаун откатился, и побыстрее можно было опять их использовать. Потому что, когда ты используешь эту группу ближе к своей базе, естественно, потом противостоять. Сейчас у него много времени, пока эта группа куда-то опять двинется и тому подобное. То есть, правильный ход, несмотря на то, что подорвался он на своем мотоцикле. И все равно группа остается большая. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 танков унесли эти Ребеля. Мне кажется, может даже как-то маловато сейчас использовал. Но виной тому, мне кажется, здесь послужили еще мины, на которые был высажен Ребель Амбуш. Итак, Драконы, зачистится все-таки бункер, нет, выводят там очень лычкованные ребята. А мне так нравятся погоны, неважно за какую фракцию. Ну, в общем, никак не может выкурить отсюда Муслимун своего оппонента. И самое, что интересно, непонятно мне психология немного, да. Сейчас Хеликсы сделают то, что не смогли сделать, не смог делать граунд очень долгое время в игре. Вот, не боится сейчас правильно сделал Муслимун, пошел вперед, потому что не боялся конкретно он сейчас Ребеля Амбуша, который отработал и который уже восстанавливается. Хеликсы снова вперед, фризы мы наблюдаем непонятные. Значит, но вот я говорил про психологию, мне непонятно психология, почему не идется вперед, прошел у нас, нет, не прошел, почему не идут рабы вперед, почему не строят ближе к базе, вот прилип здесь вверху СПЛ и все. Это явно неглашная игра. Итак, у нас снова мины где-то выставил, ну, явно не тут. Да, поставил для возможного выхода техники из этого туннеля сейчас муслим, он не может просто так вывести свои войска, и я даже не могу сказать, если не у него, постоянно от реквадов здесь спят, дежурят, продал суплай из-за отсутствия ресурсов на ООНом, и строится первый черный рынок. Опять-таки, нет Джармана Кэлла, который бы, я думаю, пригодился бы. 900 долларов всего лишь у Муслимуна, и 500 уже понятно, почему у СПЛ. Очень серьезная группа войск, с которой, летающая в небе, с которой, ну, ничего не может сделать подрывной генерал, по большому счету. Сейчас ресурсов мало для того, чтобы рекомендовать СПЛ все-таки удариться в квады, и ждать, опять-таки, отката для использования Ребелей по земле, и мы встречаем героя. Наконец-то. С учетом того, что не использует, не использует, мы видим бас, нежданчик, как успел проехать, гоняется за ним сейчас. Уходить, 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 уходить. Ну, Хеликс имеет, конечно же, преимущество в борьбе с басами. Во всяком случае, юниты выжили в этом автобусе. Джарман Кэл нужно отстреливаться, причем того, что сейчас не используют аутпосты, единственное, что, конечно же, может опять завязать лотоса для подсветки сейчас, мусульман, вот, но Джарману надо выбивать, выбивать этот граунд, выбивать, которого и бороться, таким образом можно бороться и с землей, и с воздухом. Для того, чтобы пополнять, забирать снова юниты, конечно же, находящиеся далеко от базы, мусульману нужно клепать типа труповозов и тому подобное, вот опять-таки это время, опять-таки это ресурсы. Значит, понятно, что сделал баз по ресурсам, сейчас восставил, постановил паритет, надо было с собой еще раба завести куда-то однозначно этим автобусом. Была уничтожена нефтевышка и сейчас на одних лишь хакерах живет мусульман, как и на одном черном рынке, пока живет СПЛ. Игра может превратиться в такую, в игру ошибки, сейчас под конец. Мы видели ошибки, конечно, по ходу, в начале боя. СПЛ просто не стоило пропускать к себе драконов, это бы послужило бы очень хорошим стимулом. Мы видели борьбу на базе мусульмана, здесь такую достаточно интересную, трагическую, лотос на поле боя снова. И большая группа, но Ребель-Амбуш уже по-любому где-то на подходе. И я не знаю, все-таки Ребеля однозначно не хватит на эту группу войск. Вот. Здесь нужно будет с чем-то побороться, правильно сделал, мне кажется, разместил свои денежные активы СПЛ, заказал немного того, немного того. Вот. И сейчас посмотрим, как сыграет муслим. Ясно, что будет отдача где-то на подрывниках. И вот сейчас нужно устоять против этого. сберечь дворец, пошел в облет, арт-удар, ну все понятно. И Ребель-Амбуш, Ребель-Амбуш у нас использован был. И не идут пока в бой почему-то Скорпионы. Хеликсов пытается убрать четыре квада всего лишь, ремонтируется у нас. У нас командный центр, ГЛА, и не уводить. Беречь, 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 Скорпионы в ход. Танков не так уж много. Джармен Кейл, работай. Выбит был всего лишь ради танк. Забыл муслимам про двухлычковый батлмастер, который мог бы сейчас пригодиться. На базе, когда нет, подводят его. Раз, два, три, четыре, пять, шесть танков было уничтожено. на Рэбель Амбуш, там что-то не хватает, ракетчиков вполне много. И Гаттл, Гаттл убран. И по большому счету эти ракетчики должны справиться. ТТ группа Войс пока что. СПЛ остается на своем. Единственное, я не вижу. Нет, деньги идут. Используется кэшбаунти. СПЛ имеет, имеет деньги. Давай, давай, Хеликс. Ах, ушел, ушел, ушел. Ну, как сверкают пятки сейчас у китайца. Ух, ух, быстрее, мы быстрее заездили. А Брейд у них только на автодоводчик, чтобы побыстрее стрелять. Три выстрела забирают немножко больше, чем предыдущие два, которым стрелял Бэтлмастер. Ну, в принципе, СПЛ грамотно сейчас разобрался. Единственное, мне кажется, Муслиму надо было, я не договорил, он уже глянулся в атаку, разобраться и развести немного группу свою наземную войс, чтобы Брейбель Амбуш не создал так много проблем. Оставил по максимуму войск наземных. Что, что сейчас пытается сделать этим подрывником? В принципе, мы знаем особенности игры. Если станет с байка сейчас этот подрывник, значит, будет один взрыв, потом еще можно взорвать демолишина. Ну, сейчас, мне кажется, доездится. Ну, да, ничего лучше. Я думаю, подороже, в принципе, для чего был осуществлен подрыв, 120 долларов получил сейчас. Между прочим, СПЛ благодаря кэшбаунти. Вот так. И это вот, 931 и 20. Ну, это до первого арт-удара. Все, 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 но мне напрасно. Кучки 3750, значит, получается 7500 и еще там маленький кусочек, пару штук. Мне кажется, все-таки надо было бы построить Суплай, потому что этот черный рынок живет просто до первого арт-удара со стороны танкового генерала Китая. Есть еще, что подрывать, но не стоит забывать, что здесь и мины, и вот то, о чем я говорил, сильный верх, которого именно стоит бояться СПЛ. Муслиману резона сейчас опять гнать свои войска абсолютно нет никакого. Разводит он по сторонам свои юниты, которые можно было добивать. Дед Джармен снова. Почему бездействует или я туплю? Лотос, в всяком случае, здесь, причем, нет, жива-здорова, любуется все-таки чучелом Джармана Кэлла, мечтает видеть его у себя над камином. И можно, вот можно, Дед Джармен, Дед Джармен, я пропустил, он где-то должен быть или неужели же он погиб? Неизвестно мне. Выбивая пилотов те же самые деньги сейчас, каждая копейка важна для СПЛ. сможет ли он разобраться? Напоминаю, пока что счет 1-0, впереди Муслиман в Бест-Оф-9, и это достаточно такая интересная игра получилась у этих игроков. Значит, напоминаю, это Пеперин Лигу и Финал, Финал, Финал. Почему-то игроки замерли, стоят, это вполне понятно. Весь вопрос только в деньгах. Деньги правят миром. И во всяком случае не татятся. Построены еще квады. Еще квадов подхватил здесь немножко СПЛ, и это правильно. Раб вперед. Я не знаю, почему стесняется все-таки. Муслиман делает правильно. Посмотрите на радар. Здесь сосредоточены его войска. Знаете, я бы, наверное, постарался заказать еще на Бюллетс Абрейт. Убрал бы отсюда Раба подальше, потому что он умрет вместе с черным рынком. И хакеры, ну, пока действуют, в принципе, я не знаю, мне кажется, правильно. Но не действует муслиман. Квады это хорошо, но должны быть вылазки, должны быть разбеги. Занимает танк, это уже браво. Хотя, мне кажется, выгоднее было построить 200 Раб, ну, заказать туннель, ракетчик был бы. И куда-то в какую-то сторону туннельчик двигаться все-таки надо в сторону Китая. Или будут ждать норы. Лотос. Захват. Даже арт-удар не потребовался в данный момент. Да. Распродажа, распродажа. И радара нет у парня. Так, ну, судя по всему, интернет-центр. Вот он, Джармен. Наверное, Рэбель Амбуш будет высажен сюда. Причем, не сразу с подрывом ас-атакой. Сначала надо будет пострелять. Насколько массивным он будет, я не знаю, но это будет, ой, как больно. Это сведет яйца из скулы бедному муслиману в плане Китая. Ну, остаются еще здесь два новобранца. Выбежал третий. Хеликсы снова вперед. И ждем, ждем Рэбель Амбуш. Смотрим, как могут разойти. Знаете, как несвоевременность. Вечная драма, как пел Игорь Тальков. Можно, Рэбель Амбуш пойти и сюда с подрывом, который наблюдает. Да, да, да. Ну, и совершенно зря. Зачем было подрывать? Тем более, как криво он высажен, надо было поближе подвести. Надо было пострелять, а потом добивать. Итак, мины, 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 мины. Ой, больно. А где раб? А где рабик-то наш? И вот то, что мы имеем. И вообще не наблюдать СПЛ. Ну, контролировать-то войс-то немного. В данный момент я понимаю, там мины отвлеки, ну, подбеги, подорвись. У тебя же еще два Рэбеля уцелели, забагуют. Хеликсы вперед. О! Дождались мы неприятностей с воздуха по отношению к Китаю. Ну, заметил, естественно, это Муслимун. А от чего упал Хеликс? Я так и не понял. Лото стоит на краю своей гибели. Неужели от бомбы это так отработали все-таки квады? Всем неизвестно, но Дозер рискует. Подрыв. Совершенно безрамотно, как мне кажется, разобрался здесь СПЛ сейчас с интернет-центром. Видно, что Рэбелей у него не полный там объема. Не полная обойма. Но это же не пех. Так, а что? Упс. О! Мы видим, какой-то мисклик произошел сейчас у Муслимуна. Это печалька. Печалька генеральская. Ну что ж, в игре все бывают. Мы не терминаторы. Мы люди. И смотрим, куда улетает вообще куда-то. Да, вот сюда. Улетел курсор у Муслимуна вверх. Просто судьба сейчас дарит СПЛ еще очередной шанс. Но по большому счету, по большому счету, да, работают издалека. Невыгодно строить суплай туда подальше. И рискуют сейчас уже две вертушки оставшиеся у Муслимуна. Проход снизу и явно тотально плачевный сейчас он для СПЛ, который совершенно недавно использовал свой ремель-амбуш, промазал ток с бомбой. Но зато отрабатывает Джарман этих двух хакеров здесь. Хоть что-то сейчас поймел. Ракетчики выходят, что атлы снят и довольно большие шансы сейчас из-за того, что ЕЦМ не использует по назначению Муслимун, теряя все свои войска. Бабки, бабки, бабки-то текут. 1900, вот это халява. Вот это халява сейчас для СПЛ. Вспомнил наконец про свой танк ЕЦМ сейчас и Муслимун, но, ну, ребят, ну, как так можно? И не давай танксу убирай, блин, Скорпион. Ну, фух, слава богу, хоть Скорпион убежал. Ну, ребят, ну, мало твой, тут контроль это раз-два и все. Давайте уже выжимайте, показывайте все, играйте там каждым миллиметром этой карты. Подбирай, подбирай деньги, вот Скорпион не ленись тоже. И лечиться вперед, да. Получается пока контролировать воздух и землю у СПЛ, несмотря на то, что ошибки. Ну, и помог, очень сильно помог в данной ситуации СПЛ, помогло то, что Муслимам просто промазал артударом, произошел мисклик, у него курсор квада сыграл, улетел у вас в Аясе. И я думаю, все-таки, да, радаром мы обзавелись, надо было бы поездить, пошарить, а вдруг тут мины где-то сейчас, где ездят квады. СПЛ немножко недорабатывает, при всем при том, что я уверен, он все это прекрасно знает, но, 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 что-то сказывает сейчас на его таком поведении. Опять поехал вперед, опять рискует на что-нибудь наехать, но пока не думает, я думаю, он об этом подумает, когда наедет куда-нибудь. разжился, разжился сейчас, явно не хватило ему ни на что, на что-то заказал, выходят еще квады, деньжат, не знаю, сколько там наклацал, и все-таки, я думаю, не прав муслимам в плане того, что лотосом своим бездействует. Можно было бы забежать и заставить продать еще этот арт-дилер. Муслимы, они в фонтан, он продолжает работать, хакеры уже получили они там продвижение по карьерной лестнице, по 8 баксов приносят в казну. Вот, нутанки продолжают выезжать, я не знаю, не знаю, ясно, что, о, очень большая сила, Джармен подошел, и мне кажется, ну, правильно делать сейчас Испыл, за одним исключением, надо бежать рабом вперед, или собирать деньги, все что угодно. Ага, два гатла дежурит здесь, и много квадов. Конечно, при совместном ударе бэтлмастеров, ой-ой-ой-ой, мины-мины-мины-мины-мины-мины-мины. Мины сзади остались, нужно ехать, ехать вперед. Это хорошо, что бусте, конечно, Айрфилд, но вперед уже здесь мы видим и два вот поста, надо скрывать, по-любому, деньги нужны. Давай, 190, 75, 70, 190, еще. И вверх, пошел вверх, пошел вверх, за Айрфилд. Так, как мне кажется, в всяком случае, Джармену здесь повезло, надо им стрелять, нужно отключать, желательно, как мне кажется, ЕЦМ в данном случае, чтобы не морозило, не морозило, это напрасно, напрасно, 200 баксов, это хорошо, Хеликс и в бой, да, заморозило, не отключил, Джармен, ЕЦМ, подрыв, браво, ох, что-ка, денег полетело в воздух, как говорится, деньги на ветер, и что, Хеликс, да, Хеликс, да, ОСПЛ имеет бабло, вот где же, на кровь превращается в деньги, 1977 год сейчас в ОСПЛ, и на такой счет отображается, он это не уничтожил, он все-таки, Эйрфилд, и благодаря этому, сможет еще подлечиться Хеликс, но, ребят, ну это драма, драма, в всяком случае, для меня, если бы еще аккуратно сможет, пройтись, да, Джармен отключил здесь, все-таки, Outpost, понятно, заездила, здесь у нас, Radar One заездил, смотрит, где, что, как, ага, Lotus отработала, вот, Lotus заставила ездить, Arms dealer, пока мы тут все наблюдали, был продан, и что, Джармен Кэл, Джармен Кэл, жалко, что Эйрфилд все-таки не был добит, а Джармен Кэл здесь уже лучше не подходить, Гатлинг у нас на Хеликсе изучен, и по деньгам, ну надо отстраиваться, дружище, дежурный здесь, танковый Гатлинг, я думаю, спокойно, тремя квадами можно ехать, разбираться, это очень неправильно ставит, очень уж зажался, как-то в тиске, но не надо чувствовать себя таким скованным, как мне кажется, СПЛу, это хорошо для арт-удара, опять-таки, ну посмотрим, выучил, взял, в всяком случае, у нас апгрейд, на броню построек, что-то передумал, СПЛ, что-то опять задумал, так, ну и вот то, что я говорил, как Китаю тяжело, и благодаря всему, чему сейчас держится у нас, в принципе, муслим, затем вот хакерам, и интернет-центру, который просто, нечем лечить, надо бы все-таки на дозер подсобирать, восстановить то и это, ну хотя Айрфилд очень легко потом снесется, тем же самым Ребель-Амбушем, отгоняется у нас, гатлинговый танк, поехал вперед муслиму, но вот, он правильно делает, то, что не делает ГЛА, делает Китай почему-то, вперед посылает своих рабочих, посмотреть, поискать, а вдруг где-то что-то валяется, и так, ну что, новые деньги, для, ну и так, 3000, еще 140 добавил, не много, не мало, но это так важно, на 7 очки хватит уже, ну вот, ну гатлин, надо лечить, Джарман отключает пилот, я думаю, его подобрать бы, да, СПЛ именно это и делает, это хорошая вещь, против тех же Хеликсов, которые, которые, которые разбираются, не потому стрелялся, не добежит, раб, и уводить нужно, я думаю, быть готовым занять, этот гатлинг, потому что сейчас подлетит, Хеликс с гатлингом, и просто Джарману амбеть, не хватило поля обнаружения, не повезло, Муслиману в этом отношении, убирает вас в Айси, но, во всяком случае, очень важную группу, Муслиман убрал, которая выражает, воздушным войскам, опять вперед, и куда, непонятно мне, ну надо как-то сбрасывать, ближе к ВФ, пытается, перевстретить сейчас, Муслиман, летающий крейсер, ну, тут вообще ничего нет, а вдруг есть, подумал, СПЛ, и послал свои войска, по-прежнему 1-0, деньги есть, не строится ничего, но это не выход, ага, Джарман Кейл потихонечку набирает деньги, и вот сейчас большая вероятность того, да, Джарман надо играть поближе, если командный центр сейчас, будет захвачен, не знаю, обустраиваться и туннелями можно, есть рабы, у СПЛ сейчас что-то заказал, только где, не могу понять, ракетчиков заказал, такую массу, было 3000, стало 1400, но мне кажется, что-то не то, делать СПЛ все-таки, пошел арт-удар, наконец-то туда, ага, показался, напомнил нам СПЛ, что у него есть еще, в его туннелях, но не надо забывать, что в туннелях всего два, слабовар, арт-удар, арт-удар в этом исполнении, туннеля всего два, да, ракетчиков штампуют, я не знаю, бас-то все равно не построишь, вот решил построить раба, что ремонтирует, лотос вблизи, ох, как близко подбежала, опять минки, откуда, куда, а, эми бомба, и, ага, поехал давить сюда сразу, подъехал, вы посмотрите, сапплетраком, муслимом, правильно, хеликсы также сверху, я что, думал, будет уничтожение, командного центра, захват, во всяком случае, где Джармен, непонятно, большая группа RPG стреляет, ребят, хеликс даун, ой, 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 продавай же, не может же, и, 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 дед Джармен, фух, ну успел стрельнуть, 375 баксов, муслиму, ты заставляешь, тьфу, я прошу прощения, SPL, заставляешь меня потеть, я уж не знал, что сейчас будет, действительно, не продавалось, но, как-то понятно, красивая задумка, и, да, давайте дадим должное, все-таки, муслиму, за то, что, именно этот игрок, проявляет активные действия, чем, себя и нарывает, на неприятности, два хеликса, потеряны, вот сейчас, уже летят мины, Джармен, может не зайти, нет, зашел, ага, это не давка была, это, забрал сапплетрак, у нас SPL, но это красиво, это хорошо, ага, вот как работает, ну, пацаны, уважаю, уважаю, тырить бабло, это правильно, это только украшает игру, еще бы гадник тут подобрал, тягает последние ресурсы, на карте, и, вот это вот, то, что говорил, непонятно мне, что, похоронили за, танк Скорпион, который навечно остался в туннелях, ну, и смысл было, при этом баблей не строить туннели, я вообще не могу понять, в отсутствие завода, против воздуха, пригодились бы РПГ, на минках сейчас, эти ребята будут подрываться, но это явный фейл, явный фейл, со стороны SPL, не совсем не было понятно, все-таки тактика, что на что он копил, сразу хотел дворец, без военного завода построить, это невозможно, денег уже не хватает, мины мешают, мины светить нечем, РАП опять-таки стоит, при этом на базе Китая, явно никто не действует, Ребель Амбуш я по-прежнему еще не вижу, на воздух он его не высадит, и пошел расстрел, и очень рискует, очень рискует, сейчас один, РПГ осталось выбежать сейчас из барака, и все, высаживают войска, это абсолютно правильное решение, в данной ситуации, за исключением того, если бы не Джарман, деньги опять поступили, посмотрим, 2500, арт-удар, несмотря на то, что очень много времени простроил РАП у SPL, так и не лечился, ни суплай, ни командный центр, и вот здесь для меня уже, конечно, секрет, для меня секрет, почему он не лечился, и вообще, об этом, наверное, стоит спросить на портале generaldefizetage.ru, потом, у SPL, чем он занимался в эти периоды, когда у него нету ни войск, у него нету обзора карты, и у него есть один РАП, и два поврежденных здания, вот, это уже не ко мне, и вы посмотрите, насколько дальше процветает, понял, понял теперь, да, только еще эту группу надо развести, потому что это бадабум, и хороший опять денежный приток в казну Глашника, очень долго держится благодаря кэшбаунти сейчас SPL, мы видим, по большому счету, что дарит эта игра играющим, и, естественно, смотрящим, дарит ажиотаж, дарит ажиотаж, почему даже на конечной стадии, в отсутствии бабосов, всегда остается вероятность одной критической ошибки, пытался, мы видели, Муслим, он красиво это дело обыграть, терял, из-за этого рисковал, да, не совсем, у него просто все получалось, скажем так, так бы он давно уже поставил точку, но и вот баланс игры позволяет глаз жить и надеяться еще на победу, поздно вспомнил о туннелях сейчас, SPL, подрывник тяжело мне понять, отдается командный центр теперь, можно было бы лотосом, чему угодно, а, ну не стоит забывать о Джарман Келле, которого, честно говоря, я просто сейчас не наблюдаю, вот он, Ребеля Амбуш у нас, Джарман Келл пал, хо-хо-хо, и дым в ответ в тишине, в всяком случае, хорошо, что я успел за этим понаблюдать, и теперь Ребеля Амбуш, что, сносить, естественно, Airfield, это немножко денег, но командного центра уже нет, мне кажется, именно по причине того, что сносился командный центр, и был высажен Ребеля Амбуш, не знал, куда его садить сейчас, СПЛ, потому что войска уже не подводит, мусульман устал дарить деньги, и сейчас будет разбирать эту группу потихонечку, это не стелс, их всех видно, и тут уже, я могу точно сказать, нужно сдаваться, не был снесен, интернет-центр у Китая, что и позволило, в принципе, ему выжить. Наблюдает с воздуха сейчас наверх, но постройок очень мало, ковровка, сейчас идет арт-удар, ремонтировать, но так, дозера пока я не вижу, мусульман, денег, в принципе, хватает, можно заказывать, арт-удар на барак, ну все, это будет добивка, я думаю, ничего не успею сделать СПЛ, и еще готовится стать 2-0, пользу муслиму, на ги-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи Субтитры сделал DimaTorzok 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 я все тот же сейчас потому что у нас начало поединка еще 2-0 напоминаю наконец-то чинянюк и юсер так ну карту вы поняли успели прочитать нюк ну просто день китай сегодня китайский праздник в душе всех китайоз именно китай выпадает постоянно муслимом в этот раз уже нюк в этот раз нюк open random напоминаю у игроков у всех включен никто не против значит и в этот раз эйром играет спл посмотрим посмотрим вчера имел сношение инфантре муслимуна с постоянным мэром лукмана хорошо играл но теперь чуть-чуть по-другому это не инфантре это нюк и карту опять достаточно сам ревер по-моему достаточно длинная достаточно для эйра но опять таки будет ли спам юнитов китая вперед дозер естественно к супла в центре распродается при в игре всего лишь за один суплай у нас пока что спл тратит денежки на что на захват дроп скорее всего будет вышки у нас где где-где-где дай бог памяти здесь одна здесь другая в городе у нас вышка тут целых три объекта здесь вдали четверто сколько выбежала четверо захват учится второй барак противостоять на на первым наездом у нас два суплая один в рфекторе ох ты и выше мне напоминайте блин я вам радарчик то не показываю ладно все никак не привыкну но все пока налажено у китая барак впереди наверно что будут пытаться перехватить захватить посмотрим дроп уже совершается первый чпок еще естественно ничего не выучено второй одним развозит причем не с края как это немножко не по правильной траектории полетел у нас спл был отсюда уже начинать теперь пропалил возможно вертушку здесь мусульман фэрбейс вблизи king raptor и к бою ну против нюка это еще более-менее нормально пошел аутпост непонятно для чего для чего отпуст я чуть-чуть не пойму просто подсадить куда-то но против эйра ну смотря что если хаммер это хорошо захват захват в городе нравится эта обстановка вечерняя прям как у нас за окном продана чуть темнее ну что три вышки берутся американцами одна пока 1 берется китайцами но два супла я в принципе есть какой-то смысл здравый в этом и пошел уже king raptor у нас давайте его засвидетельствуем 1 1 кровь на поле боя ну что ж нормально и и так же нормально дела бункер конечно вообще ни о чем абсолютно в игре против эра учитывая особенно что наличие тут уже king raptor и так а кто это захватил что-то я перемудрил мне показалось это был все-таки мусульман нет 4 вышки взял 4 вышки взял у нас спл и экономически сейчас хорошо очень хорошо ему я предвкушаю все-таки что сможет сделать этот аутпост может что-то такое экстраординарное как-то завалить и два дозера например ну не знаю может туда кто-то другой сел так не получился должный контроль king raptor а спл вот уничтожить и дозер и находящийся там battle мастер подъезжает уже гатлик ну давно такое впечатление что мы с ним как-то не просчитал что он не понял что он за эра и рает не совсем не уловил мысль такое пока всякому случая впечатление драконы вперед когда гатлы нужны или я сюда попутал нет юса эр все нормально пустой хотел пустой поставить посмотреть чудо как но не вышло в бункер засадил здесь юниты а нет все таки вот захватывал вышку до одну вышку захватил если я не ошибаюсь бежит сюда в центр здесь давно должна была быть захвачена но я думал высадка неважно вот заказ дешевизна юнитов важно было за нефтезавод все-таки взять немножко здесь не успел значит спл и разделяю сейчас юнит и возможно сейчас начнется борьба а поэтому рейнджеру велся уже огонь значит все понятно кейн здесь не совсем прав своих выводах прятал поэтому его здесь спл но сейчас посмотрим справиться ли два мини ганера с ним на невнимательное здесь так что у нас что у нас полетела полетела уже двухлычковый вперед ну давайте посмотрим чудо ну это это неуважение а собирать группу так легко и потерять не было две лычки стоял бы сейчас под вопросом этот кинг раптор не забывайте об этом видите вы можете дать приказ думать и 2 юнита выделили все один просто находится километре от другого там где-то второй потерялся до заправка у него что ли в воздухе было и долго специально не показывал все-таки основную базу нюка и пошел оверворд но я не знаю ребят я конечно давно не играл но что-то не то с овером вот dcm дело нужное но овер против хаммеров которые штампуются да они порядком пригодится до них доехать надо дропы нет ничем них не дропнешь хеликсы не долетят с учетом этого ну и давайте посмотрим все таки на флуат оп нежданчик для меня думал гораздо больше все таки массивно в кинг рапторы не идет и с спл делает ставку в основном на хаммеры а кинг рапторы все таки это правильно в игре против китая в поддержки search and destroy сейчас используют спл но денег на удивление побольше чуть у муслима не успевает тратить три тысячи пятьдесят пошла вперед большая группа я думаю она в любом случае не доедет гатлов маловато для лычкованных кинг рапторов которые поднимаются в воздух их пока трое нравится мне это от огонек в ангарах так что вперед я сомневаюсь что хаммерах есть рейджер для перезахвата вышек надо ли правда это сейчас спл или нет до забирает назад свои войска муслиму на мне кажется сейчас потихонечку всех складывается общая картина до того что происходит все-таки перехватил здесь нефтевышку еще два мини ганера бегут разбираться с дальним рейджером все-таки муслим он не захотел возвращаться на базу чем он будет отбиваться мне это интересно если сейчас вперед поедет спл он понял что тянуть принципе бессмысленно или постоянно глухая оборона либо идти в атаку и как раз может быть на что хочет сделать ставку что по рассчитывать муслиму на то что основную группу сейчас базы американец убрал и стоит справиться только скингаптерами но посмотрите какой тут муравейник просто кишит не знаю по вылазили листы откуда-то с двух бараков с память очень на руку сейчас именно два барака убрал рейнджера здесь нет не уйдешь парень мы тут не 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 будем дежурить и так хаммеры на базе овер и овер и цм успевает подъехать высадки никакой мдс ников ну где же ну что ж ты делаешь потеря будет фух ну слава ты богу я боюсь но явно ошибочно поздно выпускает из спл свои виниты и большая рупа хаммеров выезжает уже здесь и по два гатла лазер лок не помогает естественно при наличии гатлингов рядом с овером еще взял гатлинг и на сам танк про группу немножко забыл здесь наш муслим он нефтевышки перри всего лишь одна остается сейчас у спл и что самое главное построен команды дворец а в обмен овера ушел еще один хаммер и мдс ники и сносить центр пропаганды мало ракетчика во всяком случае осталось на борту хаммеров и руб про заходит снизу опять вот не видеть никакие края карты не знают видимо какое-то как это про сказать зрение специфическое у спл вот он видит все что в центре пустые хаммеры сейчас отдадутся все поздно вспомнил бар там даже вышел вот но в принципе от китай здесь сделал важную вещь а заехал просто за постройки где не развернуться никаким лазер лодчиком и вот они пошли хаммеры одну и cm по-моему да было снесено но слишком уж слишком уж перестарался в этом плане спл ох я не понял это куда вы заехали ребята дайте на вас посмотреть да видать еще одна особенность карты и так вот то что важно было сделать разобраться всяком случае с кинг рапторами но опять таки вчерашний день вспоминаем надо разворачивать таких случаях на бомбардмент и не стесняться лазер лок не включается просто масс ракеты теперь на овер на овер нет еще если м жив так прошу за излишние шумы детвора вернулась за просто все в шоке и малой кричит ох красиво все-таки порулил здесь оверами муслиман да можно сказать честно скилла у этого игрока чуть-чуть поболее несмотря то что терпит у на своей базе он будет удивлен когда вернется на нее пока не кликает слишком он занят на базе американца который в принципе пострадал пострадал давайте скажем честно очень большую большой размен невыгодный для америки сейчас произошел так вынуждены мы еще общаться с малышом но все ясно тут уже действительно а дитя меня накрывает видя такие потери потому что потому что экономически забрался нюк все под себя по большому счету кроме вот этой одной вышки но еще есть мы видим бар там пока барта на поле боя вот но и живы чинуки продолжает играть на один суп лай не поборолся никаким образом он здесь за это центра не знаю позволила всяком случае позволил спл работает там нюку что очень неправильно не позволяет перехваты сейчас произвести хаммер уничтожен но немножко не посмотрел на захват но думаю это не критически важно учитывая что это сброс техники который всегда можно успеть но это уже не так уж и важно и вот кстати мы видели здесь погиб пилот не буду говорить на ком патче есть возможность пилота спасти хотя бы в здание посадить на 104 пилоты у нас не люди считаются вот они не могут этого сделать вышел из техники все импотент только по земле бегать ботинки предназначены двери ногами вышибать пилоты не умеют ну чудом еще остается живым как раз было как как рисковал принципе спл значит рисковал заказа king raptor на airfield и в то время когда тут происходят такие действия и лотос ну ну браво в принципе молодец мусульман матчап не в его пользу но знаете на удивление ну просто играет как сказать есть то что есть то он и делает да он идет вперед он знает что это неправильно и руках эйра ну там группа должна разбираться но это уже проблемы оппонента что у него получается посмотрите арт удар произошел и остается по моему спл без дозеров вот так разбирается выгодный эйр на выгодных для него карте против нюка значит в связи поэт связи с этим с тем что происходит на поле боя позволю себе передать то что мне передают скайпе а в скайпе дфс передает мне привет спл и со словами что он краб но тяжело тут нет сомневаться где-то он действительно закрабил но не стоит это принимать всерьез это дружеские слова ничего плохого все не несут я в этом уверен намекать на то что нужно активнее действовать и я в этом плане с дфс полностью согласен казалось бы но идет победе к первой победе спл финальной игре в игре до 5 побед но 20 и сейчас пока опять китай намекает на то что принесет принесет еще один одно очко в сторону муслимуна хватает еще хаммеров хаммеров но вы знаете есть и цим отстроена опять пропаганда будут активничает barton и такого уж и краб оказывается у нас спл по штамминки то ставят суплай сейчас но по деньгам это не то это чуть не то отсутствие нет есть гатлинг на одном из оверов но оверы штампуют против эйра где бы такое видели сейчас конечно там можно делать не так уж сильно бояться и cm принципе тоже прикрывают два кинг раптора стоит чинук задумался потому что нет суплая нет суплая на одной вышке живет сейчас спл 500 долларов и пора сливать снайпера я не знаю что они будут добивать они будут просто красиво взлетать такое разнообразие по большому счету в подлете в воздух а что одни мдсники взлетают на видели красиво да но вер конечно тут должен с нами был попрощаться по-любому видели как кумулятивная сеть на снайпере воздух поднялась красиво ищет бартона по-моему и не может найти или где-то я опять чуть-чуть а нет вот он не может найти опять таки да ах лотос как не повезло вот он вам good luck и фан ребята да не судьба слишком уж самонадеяна опять побежал этой девочкой вперед мусульман но я не знаю опять таки народу чем-то занят да тут занят спл перехватом вышек пытаются экономическом вернуть ковровка но нет все отработали красивые летуны летучие голландцы по две лычки имеют они но приземлиться уже будет некуда если только конечно же спл не попросит муслиму на построить для него аэродром ну и здрасте ай 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 прокричали ребята я хаммеры явно не все полны но именно тот что был с людьми хорошо попал под гусеницы видим как как-то поздно срабатывать все-таки спл я не думаю что здесь большая задержка у нас лагов по большому счету таких как критичных нет ну и все остался один завод может быть еще один заряд ударов у рапторов посмотрим еще разочек пуль ну то не могут однозначно ну и по деньгам давайте посмотрим на муслиму на 1940 вышек у него нет денег у него нет подождите он тратит и все 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 расчет его только на то что он добьет противника плюс воспользуется вот этими сапли траками возможно возить денежки отсюда во сюда а подождите здесь тоже суп лая нет просто нет суп лая то есть денег у муслиму на явно нет добавится и нужно просто добивать ну конечно если он не продав свои два военных завода до выпустил дозер у него выехал теперь нужно на шкрепсти просто нас уплай я думаю это реально сделать единственный момент опять таки просчитали где этот бартон вот чтобы не было все сделано зря либо-либо вот куда-то хакера потерял муслим он видимо туда же куда и лотос она стоит у него пункт выбегания юнитов из барака и хакер вперед может хочет поиздеваться там что-то здание отключить а какое ну все последний раз шмальнули кинг рапторы при этом достаточно неплохо два оверла умерло умерло и джи-джи счет становится 3-0 ну скажем так игра со смыслом ты победишь международный статус растет статус на международной арене понижается самое время исправить нашу ошибку уничтожьте их все бульдозеры начать чинить наше здание помедитируем и взвесим следующий шаг куда ты теперь направишь свои войска отличная работа генерал отлично ребятки начнем атака начинается а Не волнуйся, генерал, это затишье перед бурей. Мне уже страшно, потому что это Alpin Assault, так во всяком случае выбрал карту SPL. Счет у нас становится 3-0 в пользу Муслимана, но решили дать поиграть возможности этой карте, поучаствовать в Preparing League в финальных битвах от портала generalsdefuse.ru. Гла и гла Demolition, теперь уже Demo выпадает на сторону Муслимана. Напомню, два раза играл здесь. Так, 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 подождите, 1-0, Forgotten 2, это 3-0, ну все правильно, да, по-моему посчитал. Четвертая карта, а, подождите, подождите, подождите. Ребят, ну я уже, наверное, тут зашился, по-моему 4-0, я, наверное, забыл, ладно, вы там покумекайте, посчитайте. У меня тут немножко маленький депрессняк, таксишка, на этой карте я еще не наблюдал, как происходит давка. Так, вспоминаем, турнамент, десерт, 1-0, потом тоже карта, 2-0, Air, да, 3-0, все правильно, я гоню уже. Мы смотрим, как действует сейчас SPL, играющий сверху такси, получилось раздавить у него одного раба. Тут что-то, да, это его раб строит туннельчик. В захват, возможно, пойдет Муслиман, непонятно пока, но, нет, подрывники, он подрывной генерал. Давка дальше, пока не, нет, пытается засадить, наверное, сейчас в бункер засадит, но напрасно. Тут и не надо особо, надо сносить. Не получается здесь отыграть Муслиману unsafe supply, посмотрим, получится ли у него с подрывниками. Выпускает уже квадкэноны. Квадкэноны, да, все, у меня голова думает о том, какой реально счет, а счет реально 3-0. 3-0, сносится supply, точнее, туннель, забыл о своем еще одном рабе SPL, денег не хватает, вот 800 долларов есть, посмотрим, хватит ли у него внимательности на это. Подрыв не был осуществлен на армсдилер, вот, и по деньгам явно хватает на туннель, не делает этого. У него два раба даже, здесь, да, техничка отработана, совершенно напрасно. Мне кажется, какое-то настроение немножко испортилось у SPL, ввиду общего счета в данный момент. Именно поэтому он может где-то так играет сейчас, именно поэтому, может быть, он и выбрал данную карту. Его подрывник бежит по центру города, людей, слава богу, нет, никто сейчас не пострадает, все сидят по домам и смотрят стримы и океаны. Вот, видите, я спасаю жизнь человеческую, буквально. Вот, ну и караулют, еще одну таксишку займет. Да, вот такой вот Volkswagen Juke у нас сейчас неприятные фризы на Generals Online. Ну и давай, куда ты, родной? Куда мы поедем с тобой? Куда завезет? В общем, 3-0, не совсем приятно, и каких-то активных, серьезных действий просто веселит, как мне кажется, SPL, происходит давка и подрыв. Ну что, продуктивно? Я засчитываю это, как плюс. Забегает еще вперед, бежит на захват невыученный у Ребеля пока SPL. По экономике, в принципе, хорошо пострадал Муслиман. Я не знаю, собирает, собирает, скорее всего, большую группу сейчас еще SPL, и, возможно, потом будет удар. Удар только куда? Опять-таки, бездействует. Тут непонятно мне, почему в игре загла у SPL такая привязка с собственным структурам. Потому что нужно давать возможность все-таки высаживаться. Рамотно, красиво, чаще, чем экономически. Пустить техничку, высадить по ходу раба, естественно, возводить туннель с последующей высадки. Пусть без подрыва, но экономически задавить. Вы посмотрите, какой сумасшедший просто клик сейчас показал буквочкой К английская на своем Суплае. Муслиман заказал ту его кучу, кучу рабочих на втором Суплае. Достаточно их пять, ну, в принципе, вот как вот на родном. А здесь чуть-чуть, чуть-чуть семь. Видимо, заказал пять, там еще два оставались. Был выучен ребелем захват и вышка захвачена. Первая и захвачена по вышкам пока все ровно. Вот посмотрите, где есть тут муслиман. Это логично, это нормально, это в крови угла, забежать куда-то там между булок. Особенно туда, куда не видит. Не обращает абсолютно внимания по сегодняшним играм SPL. Тут край своей базы, где-то вверху карты, сбоку. И построит там туннельчик. Вот сейчас только подбегает, подбирается потихонечку такими шагами SPL к базе Муслимуна. Во всяком случае, вот Epic Fail сейчас к этому времени может сделать любой глажник. Это когда имеет на своей базе один туннель. Обратите внимание, да, говорит о скилле игрока. Подзаряжается уже в этом плане Муслимуна на базе и не подзаряжается SPL. Почему? Потому что можно легко либо профукать туннель из-за того, что где-то начались действия. Вывел войска вот куда-то там. И сюда напали, даже бить было нечем. Все. Войска вернулись, а возвращаться нечего. Туннеля нет. Либо сразу засылается такси с подрывом. Еще, возможно, того, что выезжается, как было недавно мной продемонстрировано в разных гифках товарищам, которые это потерпели. Вот. И все. База сносится. Прогреш. Не делает пока. Я думаю, по экономике, во всяком случае, если проанализировать результаты этого поединка, потом будет посмотреть, ну, если бы можно было по стадиям, по времени смотреть, как это реализовано. В Common Conqueror 3, там Red Alert, как шкала денежная, как были игроки. Здесь такой, конечно, возможности нет. Но я уверен, что по экономике здесь абсолютно в выгодной ситуации находится SPL. Вот такие у него войска, такая комбинация. Ни туда, ни сюда. Пошел, наверное, пугать туннель. И вот интересно. Нет, войска держит, туннель возводит, дворец достроен. Впереди, видно, что всем по деньгам. Но мы видели только что игру за эйро, где преимущество, которое было у SPL, может быть не реализовано. И сейчас разводит свои войска, между зайцев, так, менжуется SPL своими юнитами и уже принял решение их уводить. Естественно, уводить, потому что тут есть полное их противодействие. Скорпионы пришлись не к месту, абсолютно. Вот. И то, что экономически был впереди SPL, сейчас потихонечку начинает сокращаться. И совершенно грамотно сейчас будет просто ехать сюда, досносить туннель. Не знаю, правда, готовы ли Триквада встретиться с тем, что можно сюда выехать. Но явно не готовы пока. Во всяком случае, так решил генерал Муслиман. И пошла техничка. Подрыв? Нет, не знаю. Вот знаете, можно и туда, и сюда два, и тут будет то же самое. И будет очень браво и очень красиво. Но не хватает всего лишь два подрывника. Совершенно зря. Почему бы не четыре, а? Было бы кроссу так. При этом ракетчиков, по-моему, в дворце мы не наблюдаем. Вспамят звук заводов сейчас. Ну, не знаю, черный рынок уже пошел в рост. Первый. И вместо этого впишет, как мне кажется, Муслиман. Он, возможно, знает свои особенности игры в дальнейшем. Может, забывает командный центр. Поэтому решил потратить деньги, которые у него, в принципе, есть, на возведение постройок. Ну, здесь Скорпион, я думаю, к месту. Слишком мало ракетчиков, плюс есть квады. И вот эта группа Муслимана будет разбираться. Я думаю, он проиграет. Проиграет и сейчас начнет терять туннели. Ну, во всяком случае, так надо делать. Сразу же эту группу войск вести вперед. Так, приготовил уже первый сюрприз. Несмотря на то, что по дворцу у нас впереди был СПЛ. Под этому юниту у нас впереди уже состоялся Муслиман. Насколько он будет убегать от ракет Скорпионов. В принципе, двух ракет достаточно, чтобы осадить пыл у автобусного маршрута. Так, поехал сюда. Джармана Келла бугры мешает. Джармана Келла нет. И БАС может не справиться, конечно. Такое количество ракетчиков. Поэтому на помощь БАСу выходят сейчас еще и квады. И вот непонятно, почему он не начал зачищать здесь. Это та же самая Экспо. БАС, БАС, вот как бельмо в глазу. Я думаю, зря раздается из-за этого остальные войска. Неполной группой действует здесь СПЛ. И мне непонятно, вот такая вот агрессия выборочная. Давай я такой, знаю, колода карт у него в руке. И он так выбирает из шести, наверное, на три-четыре. Я туда вот кину в бой. Ну а дальше посмотрим, какая группа. Почему сразу не подкрепиться? Юниты стояли на базе. Генерал, не зли меня. А то сейчас я полностью опишу все нюансы и упущенные возможности. Давай действуй. Мы болеем за СПЛ. Мы хотим увидеть больше игр. Мы хотим увидеть много красивых моментов. Но БАС наконец-то взрывается. Такое впечатление, что даже использовал самоликвидацию, суицид. Здесь муслиман, который уже изучил это дело. Ну и все сладко начало улетать. Причем подбирает скраб мотоцикл. Это очень хорошо. Я думаю, сейчас эти ребята придутся к месту здесь. Напомню, счет все-таки 3-0. В эфире Кейн и в эфире Preparing League. С вами муслиман. С вами SPL. С вами, точнее с нами, вьюверы портала generaldefizitash.ru. Может быть кто-то еще по ссылкам. Я сейчас не выставляю это на StarCraft 2 TV. Потому что... Красиво. Еще и живы остались. Ииии... Бум еще один. Бум еще. Красиво действует сейчас муслиман. Совершенно практично. Я не выставляю сейчас стрим на StarCraft 2 TV. Потому что давно это дело не делал. Не хочется ложаться. Как вчера, например, со звуком было. Но сегодня, дай бог, все пройдет более-менее гладко. Главное, чтобы еще стрим сохранился. На память, так сказать, отечественному сообществу. Ну и все. Начинает. Явно не хватает генеральской руки. Как мне кажется, у SPL. У него хорошее начало. Во многих играх. Но дальше он остается в качестве наблюдателя. Или просто не готов к продолжительной, длительной игре. Причем карты выбирает, естественно, такие глашные. Учитывая рендом. Ну, рассчитанные на долгую игру. Кстати, в связи с чем мы можем все стримы от меня сегодня. Не досмотреть. А, на StarCraft 2 TV пишет, DFS смотрит. Ну, это хорошо. Единственное, что нюанс. Тогда передам привет. Я, возможно, кто смотрит из портала StarCraft 2 TV. Но чат я, естественно, не наблюдаю. Это было бы правильно для стиммера. Потому что время сегодняшнее, которое стримы начались, не совсем удобно для меня. Чтобы еще тратить свое внимание и туда. Итак, когда начинает дожимать муслиму, нагло едет сюда с катланчером. При этом есть и German Kill, который в любой момент может включить суицид ради красоты дела. И выносит, 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 выносит. Даже не пытается атаковать сейчас этот катланчер своими скорпионами. Вот парочка выехала, в туннеле мне непонятно. Так, подрыв ракетчик ушел. Брейдов у Quad Cannon, кроме суицидов, опять-таки, нет. Ну и все. Ставит на свои места здесь. Муслим, невзирая на свои начальные потери, которые он действительно получал. И он проигрывал. Вот. То есть, здесь можно донача сказать, что нужно развивать. В данном случае SPL. Это способности играть в середине игры, принимать верные решения. Естественно, не совсем мне понятно. Явно для меня ошибочная игра по поводу направления атак игрока. Наконец-то туннель здесь снесем. Сейчас пытаются произвести перехват ребелям SPL этой вышки. Но мне смысл непонятен. Это надо делать сразу, либо не делать вообще. Либо уничтожать там и тому подобное. По экономике не страдает. Страдает по юнитам. Не готов, в принципе, бороться против Demolition General сейчас SPL. Муслиман разъезжает, что-то взрывает, уничтожает. Но и можно отметить, что с его стороны не супер, конечно, активность при таком денежном флуате. Значит, я сетую на то, что Муслиман, он там задерживался на 7 минут сегодня. Открою секрет. Он какие-то ящики тяжелые спускал с седьмого этажа. Ну, где-то там сейчас, наверное, еще руки потирает, подмышками моет. Поэтому активность такая не супер. Пошли баги. Причем сразу с абрейдом. Но только на количество ракет. Не дает перезахватить вышку сейчас. Свою Муслиман. Квады вперед. Ну, не знаю, денег-то валом. Постройте уже там 10 тысяч каштормов. И вперед. Постройте еще один военный завод. И вперед. Вариантов туча. Я думаю, уже тут давно подстроенный комбайнный центр должен что-то иметь уже в своем арсенале. Для характеристических забросов всего и вся. Ну, ждем тут первых туннелей. Радара пока не видит. Радар есть. Причем, радар ВАН на открытие не выучено. На открытие территории. Ну, и других таких абрейдов и СПЛ не делают. Туннель был ликвидирован. Отступать некуда, позади Багдад. И поэтому вперед сейчас, вперед. Уже вынужден ехать. СПЛ отдавать до конца свою ниту. То бишь, превращать ее в экспорт. Для командного центра Муслимуна. Два туннеля, которые могли спокойно сметаться. Тут была стычка, мы помним. Теперь они могут спокойно пригодиться. Действительно, зачем? Зачем было их сносить, если вот такой вот придет конец, чтобы долго Муслимун не ехал? Вот. Спокойно можно было выехать. Ну, и пригубить тут дальше. При том раскладе, что сейчас явно Муслимун имеет уже огромнейший приоритет в экономике. Диктует условия. Рынок всего лишь третий. Но удачно. Он по вышкам, он жил на двух. Перехват произошел. Мы видим и здесь. Удерживают и эту. Не знаю, чем ответить. Чего боится СПЛ? Даже эти баги. Ну, можно же действовать. Можно стрелять. Не подпустят они себя. Нет, подпустят только невидимого Джармана, который взорвется, несет их на небо. Возможно, Ребель Амбуш. Уж много всяких чудес сейчас стоит себе Global Liberation Army на этой стадии игры. Но мы этого не видим. Мы вынуждены только слушать мою болтовню и смотреть борьбу. Наблюдать просто троическую борьбу за нефть. Может, в этом весь смысл, что нефть. Кто будет это на время, наверное. Кто дольше всех удерживает две вышки, две точки, тот и победил. Кулдаун начинается, а чуть к нулю. Но нет, ребят, это генералы. Давайте вперед, муслимам, проснись. Пока не пришел мой батошка. И не надавал всем в эфир каких-нибудь своих комментариев. О том, что, ребята, вы играть сюда пришли. Финальные игры или... Я не знаю, что. Так, Ребель Амбуш на нефтевышку. Отработа. Ну, давай, вперед, муслимам. Ой, СПЛ. Высаживай, баги, где? Ага, вот, ну, все. Не бойся ты. Они что, невидимые, нет? Видимые. Командного центра, командного центра я не вижу у СПЛ. Поэтому, благо, от ванилы гла мы не увидим. Ага, да, Батон. Критично в атаку. Это я перевожу то, что он сейчас вам говорит. В атаку гла. Это ж так просто. И так, пошли отстрелы. Куча баги. И чем ответит муслиман? Дальним залпом по скорпионам. Хватило почти нас всех. Боится, боится мотоциклов с колясками еще. Муслиман, ну, я даже не знаю, чего он не использует из этих своих войска. Он такое впечатление, что он их просто забыл. Радар же у него был. Значит, должен видеть. Всего лишь два раба на его мейне. Маловато. Отстрел идет. Ну, давай, соверши чудо, СПЛ. Мы в тебя верим. Муслиман сейчас отжимается от пола. Его застава, наверное, судьба. Нет, он управляет. Посмотрите, он управляет мотоциклами. Вот. И отжимается от пола одновременно. Выпускает злобную толпу сейчас на поле боя. Ну, это хорошо. Ну, тут Джармин. Кэшбаунти мы не видим. Так, так, а радарчик? Где Радарван? Где Радарван? Неужели был когда-то подмят? Где-то, может, здесь... Да, не выучено по-прежнему обрейт. Джармин Кэлла просто так не обнаружить. Ну, давай выбивать. Ага, пошел в атаку здесь. Пошел в атаку здесь муслим. Он все-таки завел свои войска, но не все. Уж очень полюбилась эта вышка справа. Поэтому там такое количество. Заработали эти туннели. И неужели не хватает на какие-то плюшки с воздуха там туннелей, канализации с подземли? О-о-о! Неужели? А, ну, СПЛ, наверное, не понял, откуда приехали. Я понял. Он думал, они своим пичком тогда атаковали. Не догадывался, что здесь находятся туннели. Так, еще несколько баги живых. Две лычки. Браво! Хотелось бы еще скрапик увидеть на скат. Лаунчере. Ах, ну, не на этом, во всяком случае, не увидим. 41 бакс поимели сейчас баги за уничтожение скат-лаунчера. Ну и что, муслимун? Давайте гадать. Делайте ставки. Сколько сейчас на его счету? Господа, сколько денег? Сколько вешать в граммах? Ну, я так думаю, больше 10 тысяч. Кто больше, пожалуйста. Ставки через 3 секунды открываю. 3, 2, 1. Пуск. Ну, где-то я был чуть близок. Конечно, оказалось меньше. 8, 600. Ну, наверное, совсем бедный у нас должен быть СПЛ. Да, не уж так лучше. Совсем просто он в растерянности. Что же ему строить против этой орды? 3, 900. Скорпионы выезжают. В атаку! Последний бой. Точнее, не последний, но на этой карте, надеюсь, последний сегодня. 3, 0. Я напомню, у нас муслимун впереди. Это станет явно 4. Пошла дополнительная канализация от мэра города муслимуна. Пожалуйста, все стоки. Лучшие отбросы общества сейчас. Демолишн дженерала в эфире. Под комментарии Кейна. Он зарабатывает бабосы. Еще подрыв. И еще. Ну, прям как на первых скриншотах. Дженерал Зеро Аур. И Дженерал вообще. Открыт туннель. Выбегает куча подрывников. Выезжает на мотоциклах. Все. Подрывает кучу скраба кругом. И текает. О, да. Типа хит энд ран. Типа хит энд ран. Значит. О, есть сюрприз. Надеемся. Возможно. Вот летит один самолет. Пепелац. И где-то же должен быть второе. Может на нору. Я не знаю. Нет. Нору сейчас уничтожает. Ну и сейчас красиво. Чпок. Не совсем приятные фризы, конечно. Но. Я думаю, бомба свое дело сделала. Можно продолжать шпигачить дальше. До заветных двух букв в левом верхнем углу нашего монитора. Джи-Джи. Счет становится 4-0. Впереди Муслимун. В игре до 5 побед. Ты победитель. Ты победитель. Ты победитель. Наш международный статус растет. Наш статус на международной арене понижается. Самое время исправить нашу ошибку. Уничтожьте их все. Бульдозеры. Значит, чините наше здание. Помедиатируем и взвесим следующий шаг. Куда ты теперь направишь свои войска? Отличная работа, генерал. Отлично, ребятки. Начнем. Атака начинается. Атака начинается. Не волнуйся, генерал. Это затишье перед бурей. Нас обстреливают. Пожалуйста, помогите мне. Заведите, будьте в третьей помощи. Здесь будет страшно, генерал. Что? Кингфилдс. Эйр против Юсы. Муслиману теперь предстоит сражаться ванильными американцами. Против возможных кинграпторов. Авиационного генерала США. Нет, строятся сейчас в бараке. Взаимный дроп возможно будет. Но для нормального дроба Муслиману потребуется в районе пяти МДСников. Особенно, если он увидит здесь эйрфилд. Именно такое количество необходимо для сбития кинграптора сидящего. Или движущегося навстречу этим МДСникам. Напомню, счет у нас уже стал 4-0. 4-0. Так, пошли первые симметрично. Завод уже воспроизводится. На дальнюю сторону поехал у нас дозер СПЛ. Явно строить еще один суплай, как и дозер Муслимана. Играют, во всяком случае, нет невидимый эйрфилд. Играют через дропы. Играют через вэрфэктори. Единственный нюанс. СПЛ, наверное, решил еще захватить вышки. 5 ракетчиков садятся сейчас в чину. Ну и, наверное, мы полетим. Давайте, хочется посозерцать природу. Там взаимный дроп, в принципе, у нас, да? Да, сейчас уже высаживаются. Придется отвлечься. И Хаммер, да, сносится. Три ракетчика у нас. По большому счету, отогнали два чинука. Высадка здесь. Причем вдали, так, это не был захват. Это было просто попытаться убрать МДСников. Возводится второй суплай. И денег у Муслимана на возведение второго не хватает. Пытается отогнать. Он здесь своих ракетчиков. Лазерлок. Да, 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 нужно убирать. Я думаю, собирать в кучу. Ну, так, хорошо, хоть так. Собирать в кучу. Действовать не просто еще рейнджерами, но и... Также действовать своим Хаммером, который выехал. Ох, отдается. Отдается невнимательно сейчас. Боится чего-то СПЛ. Думаю, не стоит стесняться. И Багу, и там чуть-чуть об угол зацепился у нас рейнджер. И спасает, спасает. Пытается, в всяком случае, своих трех красногвардейцев. Рискует сейчас СПЛ. Остаться без дозеров, без Хаммеров. Ох, успел завести. Красивая стрельба у нас. Два чинука есть. Полностью просто перепадать. Надо заказывать. Чинок тут по-любому нужен. По-любому нужен был бы. Ага. Вентилирует территорию на дальнем суплае. Пытается СПЛ. По отношению к Муслимуну. Но пока по деньгам он явно в фаворите. За счет того, что все-таки три чинука у Муслимуна и два пока. Но на двух суплаях. У СПЛ. Ну что, пора в оборот брать. Да уже можно было бы засадить этих рейнджеров в этот Хаммер. Подъехать, высадить и там уже разбираться. Просто не хочет. Но это правильно. Не надо отдавать в принципе юнит. Надо постараться его сберечь. Так, проверил все правильно. Все в эфире. И куда лазерлок? Обдуманно, не обдуманно. Даже не на чинок. Даже просто так. То, чего не делает здесь по большому счету Муслимун успевает. А мультитаска не хватает. СПЛ однозначно. Ага, готовится все-таки у нас к полету еще одни вещи. Но куда дропли сейчас Муслимун, свой Хаммер. С теми, по-моему, рейнджерами. Посмотрим. Денег у СПЛ не хватает. Точнее, хватает. Надо было заказывать ему еще. И еще, вот правильно подсказывают американцы, даже рядовые. Надо заказывать еще чинуки. Причем у себя дома. Наконец-то. Раздуплился двумя Хаммерами. Так, я не вижу коричневую точку на карте. Куда делся? А, пошел вперед. Но все-таки мы полетим. Хочется. Все-таки мы полетим на этом чинуке. Готовлю его встретить СПЛ. Неприятные фризы. Причем в начале поединков этого не было. Чинук пока не убирается. А что, если там МДС в Хаммерах, посмотрим. Во всяком случае, готов уже один Кинг Раптор. И одному из Хаммеров будет больно почти на всю шкалу его жизни. Раздуплился по части экономики и Муслим. Он насобирал. Нашел в себе возможности насобирать на второй Суплай. А Кинг Раптор по команде генерала СПЛ. Я это засвидетельствую. Подарив вам совершенно открыто. Были использованы ракеты на убиение МДСника. Которая, видимо, очень опасается и боится здесь СПЛ. Именно поэтому он стрелять по ним не помогает непроизвольно. Уже сами пилоты ВВС США сами помогают СПЛ. Который просто не хочет пользоваться функциями ПДЛ у Чинуков. И по большому счету стоит поблагодарить здесь искусственный интеллект. За то, что помогли интеллекту не искусственному. Итак, пошел вперед. Пошел вперед. Ну что, удар? Нет, да? Засвидетельствуем еще неприятный момент для Муслимуна. Дроп не состоялся. Скорее всего, там Авенджер. Плюс еще какие-то пехотинцы кричали громко так. Живет, живет, живет. Сейчас СПЛ, во всяком случае. Потому что не совсем удачными являются действия у Муслимуна. Хотя погонял он. Погонял прилично. Но чего не хватило Муслимуну, так это исключительно денег. Долго ему пришлось играть на одном Суплае. Выводы и все причины того, что мы увидели, исключительно из этого. А не из-за того, что Муслимун чего-то не так делал. Итак, да, тяжело будет теперь прилететь сюда. Убирается, во всяком случае, дрон СПЛа на базе Муслимуна. Так, дозер отработан. Три ракеты, по-моему, ушло. Ну и три хватит еще на один. Нужно только облететь Авенджер. Возвращается на базу. И, в принципе, дозер можно испытать. Снова дроп. Этих трех ракет, по-моему, уже не хватит на уничтожение Чанука. Но есть еще. Пошли комики. Пошел еще один Кинграптор. Снова дроп. Сопровождает цель. Веду-веду Сосос. Сейчас Чанук. Даун-даун. Нет, высаживается. Сопровождался цель все-таки. Благополучно так. Пролетел другим Кинграптором в сторону. Я понял, это был самолет сопровождения. Вот так Аркайда потом взрывает здание. Так как там свой пилот сидел. Или внимания чуть не хватило СПЛ. Сейчас пытается он на базу вернуться. Наносится непоправимый урон экономики СПЛ. Спасается только один Чанук. И едут уже Хаммеры разбираться. И минус, по большому счету, два Раптора. Плюс Лазерлок на минус Хаммер. Еще надо Лазерлочить. Посмотрим, насколько справится. Да. Нет, умирает. Слишком мало Хеллспоинтсов было у этого МДСника. Еще Лазерлок не успевает уничтожить. И придется умирать. Да, ну достаточно потеребил сейчас Муслимуна СПЛ. Опять-таки, я считаю, это большой плюс разнообразия в игре. Активность со стороны ванильной Юсы, а не наоборот. Хотя должно было быть как раз наоборот. Вот. Мы наблюдаем. И продлевает. Единственное, что нужно Муслимуну, все-таки постараться переправить свой Чинук, работать сюда. Ошибся вот парень в этом, что три Чинука у него работают. Нет, он постоянно их выпускает и тягает на дропы. Все понятно. Ну, значит, посоветуют просто построить туда еще второй, либо возвращать. Возвращать опять этот Чинук, работать после каждой высадки. Дропы теперь в отсутствии Кинг Рапторов очень смело. Я думаю, очень правильно. Но и стратегически верное решение сейчас принял и генерал СПЛ. Подвел сюда группу побольше. И вы смотрите, да, вынужден был правильно принять решение. И СПЛ отменил он высадку здесь. Хотя больше всего надо было бы опасаться. Потому что дропы, если будет Кинг Раптор, он снова, возможно, не совершит. И надо сносить, стрелять по чем-то. Но быстро он тут ни по чем не пострелит, кроме барака, либо по реактору. Три лычки имеет Хаммер. Вообще борзел. Сразу высадил он своих МДСников и начинает расстреливать. Что здесь правильно. Ну, что, дроп надо совершать дальше. Готов ли к этому сейчас муслим он? Задропывать ли он сопротивляет? Кинг Раптора мы не видим. У СПЛ денег мало. Все-таки заставлял он Чинуки полетать. У СПЛ. И именно поэтому СПЛ сейчас... Ну, наконец-то подъехали сюда пошурудить. Тоже правильный ход мыслей. Совершенно правильно поступил СПЛ сейчас. Направив даже не один, а два для большего воздействия здесь хаммеры. И то, что я советовал Муслиману, сейчас можно аннулировать, потому что Чинуки его умирают. Два там не было необходимости держать. Лучше бы там был, как говорится, по факту оставался один. По тем событиям, которые у нас состоялись. Напомню, счет у нас 4-0. В игре до 5 побед. Преперинг лига от портала GeneralsDefisit.ru Муслиману нужно одержать всего лишь одну победу. И он станет победителем этой лиги. Дроп совершен. Снова будут лечены хаммеры, точнее Чинуки. Во всяком случае успевают постанавливать их СПЛ и уводите. Ну и тут расстреливают, да. И я бы такое, чтобы, наверное, все-таки расстрелял первым Мэйрфилд. А вдруг? А вдруг Кинграптор, который потом заставит плакать? Во всяком случае, здесь Суплай уже пал. И Муслиману вынужден будет подумать о том, как эту группу убрать. Ну, в хаммерах, по-моему, никого нет. Возвращаются, пытаются вернуться. И вот, наконец. Неужели? Только к чему? Мне не совсем понятно. Да, подъезжает функция ПДЛ. И правильно, в принципе, действую здесь Муслиману. Надо было бы, ну, удачно разместил свои Чинуки здесь СПЛ. Поэтому МДСникам, ну, ничего не светило. Я бы лучше, конечно, постарался добить вообще этот Эйрфилд. Ну, то, что склонился выбор у Муслимана в сторону Супла, я тоже считаю, в принципе, правильным решением. С учетом того, что СПЛ пришлось потягать свои сборщики влево-вправо. По деньгам он, конечно же, не фонтан, несмотря на то, что и сам Муслиман остался всего лишь на одном и с одним дозером. Опять дроп, при этом не везет далеко. Хотя можно было бы, было бы замечательно, если будет уничтожен там еще дозер. Пошел Кинг Раптор, тот, который теперь можно сказать, ай-яй-яй. Ну, посмотрим, готов. Был уничтожен здесь дрон, возможно, не видит сейчас СПЛ, что там находится Avenger. И отстреливаются пока что чинуки, которые реально еще могут спасти СПЛ в своей массе, убирая ракеты ПДЛ. Один лег, это значит, две ракеты в секунду уже не будут отражаться у СПЛ и возвращают войска. Еще один чинук, совершенно правильно сейчас действует Муслиман и не совсем корректно действует СПЛ. Ракетчики, в принципе, там есть. Трехлычковый Хаммер ложится, пытается, да, успел высадить. Браво, Лазерлок, на войне, клац, клац, а так два раза и л-л-л. Вперед, еще Хаммер, еще чуть-чуть остается, еще чуть-чуть. Ах, как-то не пошло. Два Хаммера, сейчас две лычки сядут, три лычки куда-то сядут. Снова дроп, но вот этот будет риск, и, возможно, мои слова снова станут пророческими. А кто-то скажет, блин, накаркал. Все-таки Кинг Раптор есть, сейчас может подняться в воздух и сбить вот это то, что куда летит. Очень стратегически важно сейчас добить этот Трфилд. И пошел самолет, самолет, первым делом самолеты. Но можно истечь, если получится, мимо пролетел, во всяком случае. А еще, ох, перекакали там все и решили поменять памперсы на земле. Значит, пошел, пошел летать. Здесь Авенжера уже нет. Фух, ну, понятно. Лазер-блок смотрится просто красиво. Ни чего не светит уже построить здесь Муслиману. Дозеров нет. Я бы не по чиноку стрелял, наверное, все-таки по реактору. С последующей возможностью его быстренько добить. Итак, наконец-то самолет уже не взлетит. Причем никогда, потому что дозеры у СПЛ отсутствуют гораздо раньше, чем это сейчас произошло с Муслиманом. 900 у Муслимана. 225 у СПЛ. Быстрый анализ экономических возможностей. В принципе, по большому счету равна. Опять-таки ошибку допускает немножко макроэкономики Муслиман. Не переправляя третий чинок, надо на дальний суплай. И, в принципе, нормально. Три чинока работали на одном суплайе с двух разных точек. То же самое можно, в принципе, делать сейчас и СПЛ. Деньги у него пока, естественно, на чинок нет. И пытается куда-то, берет влево, да, предотвратить заезд отсюда. Четыре слишком маловато. Вот сейчас надо бы Муслиману, да, по одному отстреливать, ничего страшного. Слишком малую группу, слишком далеко попытался поехать. Фух, успел вернуться. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, отстреливай. Неправильно сделал здесь СПЛ. Явно двух МДСников здесь было мало. И этим правильно воспользовался сейчас Муслиман. Все верно. И пока, ну, не могу. Конечно, учитывая сегодняшние четыре предыдущей игры, можно было бы смело сказать, что Муслиман должен выиграть, если ванговать сейчас то, что происходит. И помогает ему в этом очень сильно Avenger, да, свершится этим словом. Хотя, по большому счету, какой-то был сейчас паритет, и можно было бы делать. Главное высаживать МДСников и атаковать. Ну, все приходит с опытом. Я думаю, СПЛ тоже сделает какой-то вывод здесь для себя. При том, особенно, что он имеет здесь снайперов. Снайпера уже выбраны им. Заработал парень. Не знаю, выбрал ли их Муслиман. Пока мы, естественно, не видели. Ну, и также не знаю, готов ли к Муслиман к снайперам, которые находятся сейчас по сторону СПЛ. Снова дроп. Прекрасные дропы, по большому счету, показывают Муслиман. Самое главное, не стесняется. Возможно, потеряет. Высаживать он уже не хочет. Значит, увидел уже снайпера. Ну, и опять-таки, вот сейчас вспоминает СПЛ, что нужно пользоваться функцией ПДЛ. Пытается улепетать отсюда с территории сейчас Муслиман. Убрать свои войска. Высаживать-то не хочется под снайпера. Вводится боком. Да, далеко не уедет. Тянет время. Тянет время. И правильно пацан делает. Потому что Чинуки он не работает. И не работает у него, наконец-то, переправил. Но самое главное, что не работают Чинуки у СПЛ. Вот что для него главное. И забыл он, да, про свою вот эту группу. Ближе, ближе подводить, Муслиман. Слишком занят он. Слишком еле дышат его Чинуки. Слишком не спешит он ставить победную точку. В этой игре. 4-0. Ну. Нужную атаку в нужную сторону. Еле, 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 еле. Веди, 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 веди. Точно. Вот. 4-0, 4-0, 4-0. И я забыл, да, опять переключиться. Сносится барак. Делается все для СПЛ, чтобы у него появилось желание. Любимыми буквами на наших голубых экранах написать две буквы, да. ГГ и я поздравляю Муслимана с достойной победой в Преперин Лиге. С вами был Экейн. До скорых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова